Прислать фотографию наиболее уродливого здания Ялты. Именно таким было условие конкурса «Антикраснов», который сегодня завершился в одной из курортных столиц Крыма. Главная задача так называемой «Акции архитектурного безобразия» – борьба с объектами недвижимости, уродующих облик Ялты. Например, трехэтажный гараж или же недостроенный комплекс на въезде в город. Из ста фотографий, присланных на конкурс, было отобрано 15 наиболее ярких работ. Мы достигли той цели, которую мы ставили. Конечно, вот этот соревновательный процесс, он больше предназначен для того, чтобы привлечь внимание на самом деле. Призы, заинтересованность всех участников, и с той, и с обратной стороны, привлечь внимание жителей города. И, конечно, детворы прежде всего. Знаете, вот такой азарт, чтобы захватил всех жителей, нам это удалось. Но конечная цель, на самом деле, главная цель – это все-таки проведение эстетического воспитания не только подрастающего поколения, и, скажем так, вызовы и укоры совести у тех, кто является самими собственниками объектов. В течение месяца крымчане голосовали за наиболее успешные фотографии. На специальном сайте было отдано более 34 тысяч голосов. В свою очередь, жюри конкурса детально изучили каждую из работ, а самым запоминающимся – далее остроумные названия. Таким образом, на стенде представлены «Желтый бронепоезд», «Улей», «Суровый монументализм», «Башня невинности» и многие другие. Первое место в конкурсе досталось Алексею Василенко. Так только, в принципе, конкурс услышал. Объектов-то много здесь в Ялте, которых можно фотографировать. Просто, которые, может сказать, первые попались мне, так как бы они и отправили. А потом еще были, может быть, даже интересные попадались, но уже как бы эти уже в топ пошли. Конечно, надо что-то с ними сделать или как-то там облагораживать, или реконструировать, или там, ну, что-то надо делать, конечно. Как отметил глава администрации Ялты, конкурс «Антик Краснов» отныне станет регулярным. Необходимо привлекать общественное внимание к вопросу облагораживания города. Таким образом, уже в ближайшее время будет запущена новая акция. На этот раз участникам предложат сфотографировать наиболее красивые и современные здания Ялты. Егор Зайцев, Служба новостей ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!